Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о такой теме, как Trovo.live. Если кто не знает, это такая платформа для проведения стримов. Появилась она в 2020 году, принадлежит китайской компании Tencent. Рассказываю, чем она меня привлекла. Отличное качество трансляции, красивый, на мой взгляд, интерфейс, минимальная задержка стрима, много инструментов вовлечения аудитории, интерактив, всякие заклинания, всё летает, сверкает, зажигается и так далее. Отсутствие жесткой цензуры, которая присутствует на Твиче, тебя не банят за каждое слово, а если на тебя поддают какую-то жалобу, то администрация Trovo в ней разбирается. Вот буквально сидит и разбирается, был ты прав или был ты виноват. Да и в целом отмечается, что руководство Trovo очень лояльно к нашим стримерам, помогает всячески в развитии и даже специально для нас создали адекватный, удобный вывод средств без костылей и конских комиссий. Но лично для меня Trovo это был и есть способ разгрузить мой канал на ютубе. Потому что ребята из гугл вроде бы ребята и умные, но до определенного времени не могли догадаться, что под каждый вид контента нужен свой раздел. Чтобы трансляции были в трансляциях, видео в видео, а шорты в шортах. Чтобы всё не попадало в общую свалку, чтобы зрителю было проще найти что-то, что может заинтересовать его на канале. И дошло это до них только полтора года назад, как раз именно тогда, когда я ушёл со стримами на Trovo. Плюс очень важный момент, что канал у меня не стримовый. Я уже говорил об этом, что каждый раз, когда я делаю анонс стрима или запускаю сам стрим, от меня отваливается какое-то количество подписчиков. Потому что люди подписываются в основном с тематических видео, которые снимаются, монтируются и выкладываются на канал. Моих зрителей в основном интересует такой вид контента. Поэтому каждый раз, когда я запускаю стрим или делаю анонс стрима, кто-то обязательно подумает, что канал стримовый и влепит отписку. Поэтому мной было принято решение минимизировать количество стримов на Ютубе и уйти куда-то в другое место. Твич сразу нет. Очень много причин. Одна из них — это б***хед-цензура. Ибо привыкли мы со зрителями на стримах разговаривать на самые разнообразные темы, кучу приколов, б***хов и обсмеиваний. И так далее и тому подобное. Но всё в позитивном ключе. К сожалению, Твичу я это потом в итоге не объясню. Такой тембр у них интересный, б***ь, неповторимый. Это ж просто пипец. Твой дробовик у тебя, скорее всего, заберу. После твоей неизбежной кончины. Все ниггеры умирают. При всём уважении. Я обожаю ниггеров. Особенно чёрную задницу Уэсли Снайпса. Ну и, конечно же, матом я на стримах ругаюсь. Слова плохие говорю. И всё в этом духе. А за свои шутки некоторые я бы на Твиче точно отлетал, ну, каждые 5 минут примерно. Ну и вот наткнулся я на Трово. Мне в самом деле понравилась эта платформа. Она понравилась также и ребятам, которые перешли меня туда смотреть. Я бесконечно благодарен им всем. Вы лучшие. Вот серьёзно, вам самый низкий поклон. Что ж, стримлю я на Ютубе с 2018 года. Сравнивать буду, конечно же, с Ютубом. И если выбирать, где стримить, то Трово гораздо больше для этого подходит. Опять же, по всем вышеуказанным причинам. Но есть одно жирное но. Вот прям очень жирное но. Хотя даже не одно, их несколько. Но расскажу сперва о главном. Боксы с эликсирами. Для тех, кто не в курсе, поясняю. Эликсиры – это внутренняя валюта на Трово. Покупается за реальные денежные средства и является способом задонатить стримеру. Способ конвертации следующий. Например, ты, зритель, подписчик, за 1 доллар покупаешь 100 эликсиров. Далее, во время трансляции, или можно даже без трансляции, ты кидаешь в чат одно из заклинаний, которое стоит определённое количество этих самых эликсиров. Допустим, ты вот эту сотку сейчас и кинул. И далее это попадает уже на баланс твоему любимому стримеру. Но попадает не всё. 50% забирает себе Трово. Это стандартная комиссия на данной платформе. От этой сотни эликсиров стримеру попадает только 50, и у него они называются уже не эликсиры, а самоцветы. 100 самоцветов – это 1 доллар США. В итоге, если вы хотите задонатить стримеру 1 доллар, то вам необходимо кинуть в чат заклинания на 200 эликсиров. Но вроде как и вам, и стримеру, наверное, будет удобен другой вид доната. Более традиционный, через Donation Alerts, где нет таких огромных комиссий. Но у кого-то Donation Alerts, например, может не работать. Плюс вот эти самые заклинания создают активность на стриме, что тоже немаловажно. Поэтому кому-то, возможно, интереснее донатить именно вот таким образом. И проблема с этими эликсирами заключается в том, что стример сам может их разыгрывать у себя на канале во время трансляции. Или же даже без трансляции. И зрители, вместо того, чтобы покупать элики за деньги, они в этих розыгрышах массово участвуют. Происходит это следующим образом. Я стример, со своей стороны во время эфира создаю бокс с определенным количеством эликсира, который хочу разыграть. Для меня, конечно же, эликсир тоже стоит денег, он не бесплатный. Я формирую условия для участия, например, 10 ящиков по 10 эликсиров. Для участия в этом розыгрыше нужно написать сообщение в чат с таким вот текстом. И поприсутствовать на трансляции 5 минут. Ну или то количество минут, которое я укажу. Какое-то количество зрителей на Трову это условие выполнят, и 10 из них получат 10 эликсиров. Система выбирает победителей в случайном порядке. Дальше еще интересней. Конечно же, можно создавать и другие боксы с другими условиями. Например, 10 боксов по 100 эликсиров. И в условиях прописать, что для участия нужно вкинуть в чат заклинание стоимостью, например, 10 эликсиров, ну или 20 эликсиров. Ну или столько, сколько я сам захочу. И зрителю для участия уже вот в этом сундуке необходимо не просто посмотреть стримы и отправить сообщения, а еще и задонатить что-то. Чтобы, возможно, по итогу выиграть себе больше элика, чем он задонатил. Прям вот вертится на языке, что-то мне это напо... КАЗИНО, блядь! Вопрос. Зачем зрители участвуют в этих конкурсах? Для того, чтобы выигранный эликсир либо пойти задонатить своему любимому стримеру, либо же скопить какое-то определенное количество этого эликсира, задонатить их самому себе. Да-да-да, любой зритель на Трову может задонатить эликсир сам себе, даже не будучи при этом стримером. Оно точно так же переконвертируется в самоцветы, и этот самый зритель сможет уже на карту вывести себе какие-то средства. И что мы в итоге имеем? Трову породил 95% людей, а то и 99%, которые заходят на платформу не искать, кого бы им сегодня посмотреть, не искать, с кем бы им сегодня пообщаться. Может быть, найти какого-нибудь нового интересного стримера, который будет играть в их любимую игру, а заходят тупо для того, чтобы выигрывать этот самый эликсир. Ну и на выходе, представьте сейчас, вот вы стример, и вас смотрят не потому, что вы интересны аудитории, а потому, что вы запустили сейчас розыгрыш бокса с таким условием, посмотреть 5 минут или посмотреть 10 минут. И сейчас какое-то количество людей открыло вашу трансляцию и просто держит ее 10 минут открытой, скорее всего, даже без звука, потому что у вас в условиях розыгрыша указано, что для участия нужно посмотреть 10 минут. Но по сути, вам даже пообщаться на стриме будет не с кем, потому что эти зрители, они мертвые, потому что в данный момент вы им нахрен не сдались, на вашу трансляцию зашли только для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этого бокса. Ну и как вам такое? Исключением являются стримеры, которые перешли на Трову с других платформ и перетянули оттуда часть своей аудитории. Как это сделал я? В итоге меня на Трову смотрели мои дорогие зрители, которые уже несколько лет смотрели меня до этого на ютубе. Поэтому я был не один, мы кайфовали что на ютубе, что на Трову. Ну и, конечно же, пользовались этими примочками, которые предлагал Трову для того, чтобы как-то разнообразить свой досуг. Я точно так же создавал эти боксы, мне были интересны все эти механики, я хотел понять, разобраться, как здесь все устроено, как оно здесь работает. Мне даже несколько раз удавалось за месяц бронзу выбивать. Это один из уровней, по достижению которых тебе система, скажем так, выплачивает зарплату. Бронза – это минимальный уровень, всего лишь 10 долларов. Суть в том, что за это время, за полтора года, сколько я стримил на Трову, из всех людей, которые на меня подписались, именно там, было всего 4 или 5 человек, которые каким-то чудом зашли на Трову не для участия в сундуках, а не именно искали, кого бы им сегодня посмотреть. И остались также дальше меня смотреть, спасибо им огромное. Наверное, это какие-то залетные ребята были, которые случайно набрели на Трову и пока еще понятия не имели, как здесь все устроено. Потому как подавляющая часть зрителей относится к Трову только как к казино. Следующий вопрос. А зачем тогда стримеры создают эти самые боксы с эликсирами? А для того, чтобы получать в итоге по результатам месяца бонусы от системы. Бронза – это минимальный уровень, как я уже говорил. Например, серебро – это 200 долларов. Золото еще больше и так далее. Система оценивает твой результат по количеству часов просмотров твоих стримов за календарный месяц, плюс по количеству задоначенных тебе эликсиров. Вот именно два показателя. Ну, еще есть, конечно, платные подписки, но по сути это то же самое, что и задоначенный эликсир. Причем Трову с 2022 по 2023 год несколько раз меняли эти правила получения уровней. Наверное, одно из самых вменяемых было 900 часов просмотров твоих стримов за месяц. То есть это примерно тебе нужно провести 10 стримов по 10 часов, чтобы твой онлайн не падал ниже 9 единовременных просмотров. Но если у вас смотрит больше людей, то вам гораздо проще будет добраться до бронзы, что получалось в принципе и у меня. Для серебра времени нужно было гораздо больше, уже даже не помню сколько, потому что награда там уже 200 баксов. Новичкам без зрителей, без каких-либо вложений со своей стороны до этого уровня серебряного просто не добраться при всем желании. И им приходится покупать у системы эти эликсиры, создавать эти долбанные боксы с розыгрышами. То есть вкладывать свои деньги в то, чтобы зрители оставались у человека на трансляции и формировали ему этот рейтинг для бронзы, серебра и так далее. Это что такое вообще? С каких пор человек, который проводит трансляцию, должен вкладывать в это свои материальные средства, вместо того, чтобы быть собой, быть кому-то интересным, общаться с аудиторией, создавать настроение и так далее. Стример это сегодня как профессия. Это как ведущий шоу, ведущий передачи. Да называйте как хотите. Как радиоведущий, но это еще и сложнее, потому что радиоведущего не видят. Всем привет, друзья, с вами Антон Шудань и Афиша расскажет вам о самом интересном и разнообразном. Отправляемся в волшебное путешествие в мир развлечений. Понять, что ответы на наши вопросы зачастую лежат за пределами досягаемости, поможет лента к звездам. В главной роли блистательный, харизматичный и неподражаемый Брэд Питт. А в твоем случае на вебке ты еще и выглядеть должен незаспанным. Это работа. Вы знаете, у всего есть своя культура. Культура общения, культура, например, потребления алкоголя. Чтобы не ужираться в хлам, а чисто по-человечески встретиться со старым другом, которого не видел уже тысячу лет, за бутылкой хорошего виски. Но и у стримов точно так же есть своя культура, которую траву обнуляет. Просто обнуляет. Для меня стрим это возможность всегда хорошо провести время в компании вменяемого стримера. Хороших людей в чате. Пообщаться, посмотреть, послушать звуки любимой игры. Отвлечься от тяжелого рабочего дня. Просто расслабиться. Стример уже платит своей аудитории своим временем, вниманием, какой-то харизмой, если она есть. А зритель в ответ уже на свое усмотрение может отблагодарить его ровно настолько, насколько посчитает нужным. Донат это вообще, наверное, самый честный вид заработка, когда потребитель, ну в данном случае зритель стрима, сам определяет для себя, насколько он оценивает время, проведенное в компании стримера. Ну а на траву, что мы видим? Стримерам для того, чтобы попадать в эти долбанные рейтинги, необходимо вкладывать свои средства, чтобы создавать эти чертовы боксы с этими сраными эликсирами. Для того, чтобы зритель не заходил на стрим для того, чтобы посмотреть стримера, а для того, чтобы принять участие в боксе, чисто физически поддержать у себя открытую страницу со стримом, без какого-либо интереса, кроме как выиграть эликсир. Какого черта это вообще происходит? Что ты такое, траву? Ребят, ну вот стримеры с траву, но неужели вам по кайфу от того, что к вам на трансляцию заходят не потому, что вы человека чем-то заинтересовали, а просто потому, что вы его купили? Вам по кайфу такой расклад? В какой момент мы вообще начали платить за то, чтобы нас кто-то смотрел? Так не должно быть, культура стримов, она совсем иная. При всем моем уважении к ребятам из Китая, которые создали вот эту платформу, при всем уважении, я не могу согласиться вот с этим порядком введения дел. А ведь кто на мои стримы захаживает, те прекрасно знают, что я всегда хвалю Китай. Государство просто семимильными шагами развивается, за их прогрессом ни одна страна не успевает. И я ну никак не ожидал, что именно на их платформе будет происходить вот то, что происходит. И благодаря тому, что Трова устраивает у себя по сути казино, мы можем наблюдать там просто невероятное количество таких кадров, ну типа стримеров. Но их даже стримерами в классическом понимании этого слова назвать нельзя. Потому что они не делают ну просто нихрена. Они просто включают камеру, может быть даже с телефона, создают бокс и просто сидят молчат. Смотрят в камеру и молчат. А есть один чувак, который вообще спит. Просто включает эфир, создаёт бокс, укутывается в одеяло и отрубается. Ну просто контент, который мы заслужили. А зрителям всей этой херни точно так же по барабану, что там происходит на экране. Они пришли выиграть эликсир, поддержат страницу открытую сколько там надо по времени и пойдут себе дальше. Есть ещё такая забавная фишка, как ракета. При соблюдении некоторых условий, которые внезапно являются бесплатными, у тебя в адвентаре появляется ракета. Которую ты, стример, запускаешь тогда, когда у тебя стрим и твой канал какое-то время предлагается зрителям на главной странице Трово. Но типа как это помогает тебя продвинуть? Тебя заметит как можно больше людей. Ну и какой нахрен в этом толк, если к тебе с этой главной страницы зайдут на одну секунду, увидят, что у тебя нет розыгрыша бокса, то есть с тебя нечего поиметь, и в итоге уйдут и больше никогда не вернутся. Слушайте, ну вот на данном этапе казино у них получилось отлично. Прям отдаю должное. Но как стримерская площадка это, наверное, подойдёт только тем ребятам, которые вот как я решили переехать с ютуба, с твича, откуда-нибудь ещё, и перетащили туда часть своей аудитории. Новичкам же там делать нечего без реального вложения средств. Поймите, ребят, что вам совершенно нечего там делать, ведь 99% зарегистрированной аудитории только заходят поучаствовать в боксах на эликсир. Если вы не сможете предложить им этот самый эликсир, к вам никто не зайдёт. Ну, может быть, зайдут, но не останутся и не подпишутся. В редких исключениях, как это было у меня, вот я говорил, 4-5 человек за полтора года, не более того. Возможно, вас найдут, с вами останутся, но это скорее исключение, чем тенденция. Казино, и не более того. Азина, три топора. Ну, и сам стример в итоге сможет что-то заработать. Я сейчас говорю о бонусах от системы, ну, типа бронзы, эликсира, вот эти 10-200 долларов и больше. Только если будет в это вкладываться. Вкладываться в розыгрыши и в боксы. И не факт, что это в итоге окупится. Добраться до бронзы ещё плюс-минус реально было на тот момент, когда учитывалось только время просмотров стрима. То есть 900 часов в месяц я набирал в лёгкую. Несколько раз подряд. Прям в лёгкую. Но потом правила изменились, об этом чуть позже. Да и бронза этого не стоит, это всего лишь 10 долларов. Ну, а на серебро потребуются уже конкретные такие вложения с твоей стороны. Остальные уровни, я даже не заикаюсь за них. Если ты новичок, человек без аудитории, готов конкретно упарываться по этой теме, то будь готов к тому, что тебе нужно добыть много эликсиров для розыгрышей. К тому, что тебя будет смотреть сравнительно большое количество людей, потому что ты бокс запустил, но при этом у тебя будет практически мёртвый чат. Да и сам ты там нахер никому не нужен. Можешь даже вебку выключить и уйти по своим делам. Можешь вообще пустой экран оставить. Просто оставь бокс и чеши. Вот уходи, делай что хочешь. Ты там не нужен. Всем совершенно пофиг, что ты там делаешь. Но если в итоге твои вложения окупятся, дай бог, чтобы не окупились, это хорошо. В следующем месяце попробуй повторить. Ну, такой вот вид заработка. Но это не стрим, друг мой. Для тебя Трово переходит точно так же в статус казино, потому что ты сделал ставку в надежде на то, что это окупится по итогам месяца. Далее я хотел бы затронуть такую тему, что Трово постоянно усложняет критерии для вступления вот в эту самую партнёрскую программу. Назовём её так. Как я прежде упоминал, был какой-то период, когда тебе просто давали эти уровни за просмотр твоих стримов. Ну, вроде как справедливо, да? Потому что это, по идее, стримерская площадка. Стримеров должна смотреть их аудитория. Ну и логично, что за время, которое зрители провели на твоей трансляции, это характеризует тебя как надёжного, популярного, в той или иной степени стабильного партнёра. Ты заслужил за это вознаграждение, да. Данное условие продлилось 2 или 3 месяца всего лишь. Далее правила обновились. Добавилось условие донаты эликсирами. То есть, частично учитываются часы просмотра 80% и 20% это количество задоначенных эликсиров. То есть, вот уже начинается байт на вложение реальных средств. И измеряется это всё в так называемых очках Трово. Метрика по часам просмотров исчезла совсем. Далее стало ещё хуже. 70% от времени просмотра и 30% от задоначенного эликсира. Сейчас в итоге дошло до 50 на 50. Время просмотра твоего стрима, оно буквально обесценивается на глазах. Ну как бы, окей, хозяин барин, такие условия, кто хочет, соглашается. Я тут посчитал примерно, если считать без часов просмотра на текущий момент. Чтобы ты попал в бронзу и получил вознаграждение 10 долларов, тебе нужно, чтобы тебе вкинули за месяц примерно 7000 эликсиров. Напоминаю, что 100 эликсиров это 1 доллар. 7000 эликсиров это 70 долларов. Также имей в виду, что если тебя смотрят на трово люди, которые пришли выигрывать эликсир, то они не будут тебе его донатить. А тебе где-то нужно брать этот самый эликсир, чтобы пройти по рейтингам. Это замкнутый круг. Ещё меня раздражает на трово то, что мои зрители не могут менять разрешение трансляции. То есть, если я запускаю стрим в Full HD 1080 пикселей, то именно это разрешение, только одно, будет доступно по умолчанию на моей платформе. А уровень платформы можно увеличить чем? Понятное дело, чем эликсиром. Большим количеством этого сраного эликсира. Менять разрешение трансляции появляется только на пятом уровне моей платформы. А для этого нужно ебнуть туда просто невероятное количество эликсиров. Может быть, ну не знаю, 1012. То есть, 1012 этого эликсира нужно вхреначить, чтобы просто открылась возможность менять разрешение трансляции. Сделать его поменьше. Потому что многие на телефоне, например, смотрят. Им не нужно большое разрешение. Или у кого-то ПК может быть недостаточно мощный. Но вот не тянет оно вот такое разрешение. Хотелось бы поставить поменьше. Так нет такой возможности. Она закрыта. И это не просто какой-то разовый платёж. Это тебе ежемесячно нужно вбахивать, чтобы уровень пространства поддерживать. Потому что каждый месяц оно обнуляется. Это ещё один такой байт от системы на вложение реальных средств. Ну типа хочешь, чтобы у тебя была открыта функция смены разрешения, пожалуйста, плати за это ежемесячно. У многих зрителей может быть хреновый интернет, мобильный интернет. Зрители могут быть где-то в е... Им было бы удобно поставить качество трансляции пониже. Хотя бы 480 пикселей. Но у них нет такой возможности. Потому что у тебя низкий уровень платформы. Тебя вынуждено смотреть только в 1080. И не у всех это может получиться по вышеуказанным причинам. Но если ты хочешь, чтобы у твоих зрителей была эта уникальная возможность поменять разрешение трансляции, пожалуйста, можешь сам себе эликсир задонатить в большом количестве. Или же подождать, пока тебе твои зрители постепенно его накидают вот до приобретения нужного уровня платформы. И накидывать их нужно так прилично. Причём ежемесячно. Ну и кто это будет делать у тебя на платформе, если к тебе на трансляцию приходят только выигрывать эликсир? Ну это очередной замкнутый круг. Уже молчу об аренах. Арены это просто гениальнейший маркетинговый ход с их стороны. Это соревнования между стримерами. Кто больше задонатит? Ну короче говоря, соревнования кошельков твоих подписчиков. Что тоже поощряется системой по итогу месяца по количеству твоих выигрышей. Подробности расписывать тут я уже не буду. Так как здесь вопросов у меня нет вообще. Напоминаю, что эликсир это способ задонатить любимому стримеру внутренней валютой данной системы. Ну и кто в любом случае изъявил бы желание тебя поддержать таким образом, то можно это вкинуть во время проведения арены. То есть это и поддержка эликам, и есть какой-то шанс, что ты в арене выиграешь. Но на Трову уже и из этого сделали какой-то культ. Ну в смысле в эти арены вливают просто невероятное количество денег. Уже даже какие-то слухи ходят о том, что там и деньги отмывают, и вливают, переливают. Я все это проверять, подтверждать или опровергать не хочу. Это не мое дело совершенно. Я вот рассказываю вам свои впечатления. Именно вот мои, какие у меня сложились от этой платформы. Не больше, не меньше. Такое бабло вот-то вбухивают, мы с ребятами иногда смотрим, просто охереваем с того, что мы видим. Короче говоря, более 90% обитателей Трову занимаются там чем угодно, но никак не просмотром стримов или общением. Если подытожить, казино охеренное, хвалю. Серьезно, сам даже участвовал в боксах, иногда даже можно выиграть. Но и прежде я говорил о культуре проведения стримов, так вот здесь ее нет. Повторюсь, что я бесконечно благодарен своим ребятам, которые перешли на меня с платформы Ютуб для того, чтобы продолжить смотреть на Трову. Позволив мне разгрузить Ютуб со стримами, потому что мы уже привыкли проводить время вместе. И признаюсь, я недавно думал со стримами вообще, ну в принципе завязать по личным причинам. Но меня внезапно увлекли спидраны. Да ладно, я даже улучшил свое время. На две минуты почти. Было 1.19. 1.17 и 1.29. Теперь 1.17 и 1.36. Ну 37, ладно. Если бы в обход лабы не побежал, скорее всего я бы сдох. Я почти уверен, что я бы сдох. Надо 1.15. Надо еще быстрее. Но уже не сегодня. Давайте мы на сегодня прервемся уже нахрен. Сколько можно мучить этот резик. Так что я теперь не только думаю не завязывать со стримами, а еще думаю как бы искать время, чтобы делать их почаще. Ну и конечно же не только спидраны будем чередовать. Это будут и спидраны по Resident Evil и какое-то количество подобных атмосферных игр, просто прохождение. Сейчас как раз в процессе записи этого видео у нас на канале марафон по Silent Hill проходит. Также на Трову я заканчиваю проходить блога войны. Надеюсь уже закончил к этому времени. Также продолжаю писать сценарий, монтировать для вас видео самые разнообразные. Короче говоря, контента хватит. И на Ютубе, и на Трову, и даже в Дзен я все это выкладываю. Какую-то часть контента, которая подходит под тематику и направленность канала, мы конечно же будем стримить на Ютубе. Так уж вышло, что это хоррор игры, что-то атмосферное, что-то быстро играющее, там где нет опенворлда, там где нет никакого онлайна. То, что можно пройти вот за 2-3 стрима. Не растягивать на 20 трансляций, как например того же Бога войны, что первого мы проходили, там было стримов 20, второй сейчас проходим еще дольше. То есть нет. То есть вот такие вот большие игры, да, я не хочу запускать на Ютубе, они и мало кому интересны, я же вижу, что вы смотрите, я вижу статистику и так далее. Все-таки у платформы есть свои плюсы, о них я сказал в самом начале видео, от своих слов я не отказываюсь. Единственная гребаная проблема этого Трову, это сраное казино. Эти долбанные розыгрыши, просто уберите их нахрен, пусть люди просто смотрят стримеров, которые им нравятся. Потому что хотят посмотреть интересные игры в исполнении интересных людей, а не просто поучаствовать в казино. Для этого есть другие места. Трову три топора, разумеется, рубит бабло, администрация однозначно сама все это прекрасно понимает. Это видео не несет цели до них достучаться, потому что люди, которые законченные капиталисты, которые зарабатывают деньги, конечно же они к этому не прислушаются, потому что они зарабатывают деньги, у них все в порядке. Ему ж точно плевать на мнение одного, ну может там двух-трех людей из Ютуба. Я это видео записал только для того, чтобы сэкономить время тем, кто возможно сейчас думает, переходить ли ему на Трову, начинать ли ему стримить на Трову или нет. Мое сугубо личное мнение и впечатление об этой платформе я вам рассказал. Оно вполне может не сходиться с вашим. Спасибо всем за просмотр, увидимся в новых видео, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»